всем привет друзья продолжаем прохождение модификации фотограф в конце прошлой серии мы вывели немецких ученых из мертвого города однако сами выбраться не смогли срабатывает там телепорт возле перехода и нас просто-напросто отбрасывает и необходимо искать другой выход вот когда мы обыскивали доктора вульфа в прошлой серии у него в инвентаре нашли такую вот странную записку здесь рассказывается про сумасшедшего получеловека про то что доктор вульф находится в каком-то странном мире и что-то он почти нашел но не понятно что также у него в рюкзаке еще был такой вот обрывок газетной статьи давайте посмотрим что за она изобретатель или просто чудак учитель физики из местной школы уверяет что научит человечество видеть источники вечной энергии сергеем одреевичем медведка мы встретились поздним вечером возле памятника ленину рядом с типовой пятиэтажкой где живет наш герой такое необычное время для интервью изобретатель выбран не случайно его день подчинен строжайшему расписанию которым он следует уже 15 лет и только час перед сном сергей андреевич позволяет себе уделить беседе о самом главном деле его жизни прежде чем показать вам мой прибор я попытаюсь объяснить вам что такое энергия вы разумеется знаете что термин энергия впервые появился в четвертом веке до нашей эры в работах аристотеля интересная заметка что-то мне есть будет время перечитаю не зря и ульф таскал она сама собой закрылась мы даже не успели дочитать так потом там уже не понятно что в академии наук куда сергей андреевич отправил подробнейшее описание своего открытия к изобретению провинциального физика отнеслись поначалу скептически но демонстрация приборов действий заставил ученых внимательно присмотреться к заявке нашего земляка сейчас когда человечество озабочено поисками альтернативных источников энергии мы не должны огульно отвергать нестандартные на первый взгляд решения в этой области ну в общем то интересная газетная статья но самое главное что в ней говорилось что вот этот ученый если он конечно существует живет вроде как опа в одной из этих пятиэтажек и вот как раз похоже мы его да смотрите сергей андреевич вот он красавец мы его и обнаруживаем здесь давайте сейчас пойдем попробуем подняться и возможно с ним пообщаемся так не пройду вообще никак точно может уже как-то пролезем но блин вот же он проход совсем рядом похоже что действительно не пройдем поэтому сейчас выходим из этого подъезда и вот здесь вот я смотрю провода из одного дома в другой идут и вот по этим проводам мы сейчас можем как раз и перебраться так попутно разобьем ящик заберем все нужное еще один этаж наверх и мы здесь отлично так по пути сейчас еще надо перекусить ну картина достойная пера классиков фотограф на карачках ползет на деловую встречу зомби добрались милости просим к нам ведуся у нас гости дайте угадаю вы корреспондент здравствуйте так вы действительно журналист представьте себе да я военный корреспондент собираю материал о зоне отчуждения можете называть меня просто фотограф а вы случаем не сергей андреевич медведка которым писала местная газета да это я и не только местная ко мне из москвы приезжали и даже из-за рубежа хотели приехать да видно пока не сложилось хотя появлялся какой-то немец кажется совсем недавно или не немец да старый я стал многое забывается постойте я что зомби разговариваю помилуйте я обычный человек это годы берут свое да и события последних лет нелестно сказались на моем облике ну не волнуйтесь вот так я просто спросил странно все это итак сергей андреевич а каком источнике энергии вы говорили о неистекаемом о вечном юноша о вечном источнике энергии к сожалению это не всяк не всякому дано понять и многие кому я об этом рассказывал так и не поняли хотя казалось бы чего проще энергии она везде вокруг нас имеющих глаза да увидит любопытная гипотеза это уже не просто гипотеза научно доказанный факт вы мне не верите могу доказать кстати хочу вас представить моей жене знакомься лидочка фотограф что вы растерялись молодой человек вы не видите мою лидочку она тут есть скоро вы сможете ее увидеть о чем это вы я никого кроме вас здесь не вижу ага ну вот и подошли мы к самому главному к моему прибору ок один вот он энергоскоп открытый глаз первая действующая модель единственный в своем роде это моя гордость и моя печаль путь первооткрывателя полон опасности и жертв такой жертвой стала моя жена лида она была рядом когда я впервые испытал свой прибор включил его и видел что все вокруг искрится пульсирует и стекает энергии каждый предмет вплоть до малой соринки но что-то пошло не так прибор как-то изменил нас с тех пор я везде вижу энергию невооруженным глазом но лида она стала невидимой для всех кроме меня допустим с вашей женой понятно невидимая миру жена а про энергию пожалуйста расскажите поподробнее хорошо молодой человек вот что я понял за годы изоляции энергия энергии рознь есть некоторые особенные объекты которые ее в себе аккумулируют то есть являются своего рода батарейками которые можно использовать всех их объединяет общее свойство они светятся поряд над землей и они шарообразные некоторые мне удалось заполучить с ними я провел ряд экспериментов оказалось что они вступают во взаимодействие с моим прибором результат этих взаимодействий превзошел все мои ожидания вы же видели какой бардак творится снаружи так вот когда я подносила эти объекты к прибору мир за окном как бы возвращался к прежней жизни только эффект этот был кратковременным чего-то не хватало вам известно понятие синергия не хочу запутываясь вас научными подробностями вы все равно не поймете попытаюсь объяснить доступно представьте себе радугу каждый охотник желает знать ну и так далее так вот я собрал нужные мне источники энергии почти весь комплект и с прибавлением каждого нового нового эффект улучшения мира становился более устойчивым условно назовем эти объекты красный оранжевый желтый и тому подобное все они мне доступны кроме последнего условно говоря фиолетового того самого фазана где сидит этот чертов фазана сюда он во всяком случае не залетает но он существует я точно знаю найдите его мне фотограф заклинаю найдите только так мы сможем исправить то что случилось с нашим миром ну хорошо предположим вы правы но как я узнаю что это именно то что вам нужно я ведь ничего подобного не вижу узнаете я научу вас видеть для этого придется задействовать мой прибор но помните многие предметы в этом мире являются не тем чем они кажутся не боитесь боюсь но я даже не знаю что вам ответить лучше включайте свой глаз но учтите если я стану невидимкой как ваша лида пеняйте на себя ну да годы берут свою как будто я мертвяков не видел ну и вот после того как прибор начинает работать все вокруг преображается и вот появляется это жена лида здравствуй сынок здравствуйте так вы есть та самая невидимая жена можно и так сказать зовут меня лидия константиновна хорошо что вызвался помочь моему мужу найди ты уж ему этот шар а то совсем он у меня измучил ни о чем другом и говорить не хочет постараюсь лидия константиновна но вот одно меня беспокоит не могу выбраться из города что случилось ума не приложу не знаю сынок а у сережи спрашивал нет не спрашивал как ты из головы вылетела после всего увиденного и услышанного тогда ты вступай на поиски шара а я сама поговорю с мужем постараемся тебе помочь хорошо до встречи так ну что ж пойдем искать этот шар давайте выбираться здесь ядрическая сила куда это я попал да тут третьим глазом и не пахнет это же просто жопа какая-то да здесь сейчас все существенно поменялось вот кстати видим мы какое-то аномальное образование его взяли но это не то что нам нужно вот это аномальное образование преобразовалась поход на походный набор молодого мертвеца содержит комплексный набор лекарственных препаратов полностью нормализующих процессы разложения кожного покрова и мышечных тканей можно использовать но делать этого мы не будем и вообще здесь сейчас много таких образований разбросано вот можно некоторые подобрать и посмотреть что получится во что они преобразуются в центре же города вот как видим здесь вообще такой огромный сгусток энергии но туда подходить не стоит потому что можно потом будет и не выйти поэтому давайте погуляем вокруг пособираем здесь разные вещи вот нашли патроны какие-то необычные ладно хорошо пойдем еще посмотрим что тут есть в принципе большинство этих преобразований если не все вроде как подсвечиваются и вот они хорошо видны поэтому найти их не проблема так ну вот я сейчас угодил в какую-то непонятную ерунду что-то похожее на аномалию лифт в общем смысл в том что мы сейчас просто парим в воздухе но очень-очень медленно летим к следующему аномальному образованию подбираем его и у нас вторая такая вот аптечка появляется сейчас посмотрим что здесь так так а здесь очередные патроны так вот лечу я к следующему аномальному образованию и смотрите эти спецназовцы которые там застряли в прошлой серии в здании вот только сейчас выбрались и находятся здесь вместе с нами да но по идее они не видят то что видим мы так что там дальше еще одна аптечка и глазное яблоко человека очищенное второй сорт длительному хранению не подлежит произведено на предприятии по переработке биологических видов корпорации йок сатот так ладно летим дальше следующее аномальное преобразование здесь районе фонтана это у нас похоже опять патроны летим дальше берем это образование это у нас непонятно что но сейчас надо взять еще сперва вот этот дотянуться бы только до него как-нибудь ага смотрите что нас отбрасывает и попробуй тут дотянись а это второе глазное яблоко было только что мы взяли ну вот долетел я до этого зеленого образования и это у нас были похоже очередные патроны ну ладно летим дальше вон я вижу что-то еще там прыгает синяя сейчас посмотрим что как бы только добраться для тебя так и это у нас а что это у нас детектор живец 1 призван улучшать улучшить идентификацию и поиск живых организмов передавая разработка корпорации йокса тот прекрасно позволяет выявлять людей для последующей поимки и переработки что использовали мы его но ничего вроде как не произошло ну ладно ну ладно так очередное аномальное образование и это у нас красный горошек произведен по уникальной технологии на предприятии общественное питание корпорации йокса тот содержит натуральные эритроциты помогает контролировать ход естественной мутации противостоит воздействию радиации предотвращает рост псевдоподобий ха интересно кстати глазное яблоко можно съесть а горошек выпить да так вот в одном здании в этом месте нашел еще одно аномальное образование это у нас вот такое вот глазное яблоко первого сорта хм так вот в этой северной части мертвого города я смотрю здесь что-то вроде аномалии но это по сути тот же самый лифт хотя это не лифт аномалия скорее всего здесь как-то по-другому называется но смысл в том что здесь два аномальных образования я вижу вот первое мы подобрали потом посмотрим что у нас там появилось сейчас хотя ладно нас отбросил обратно пока будем останавливаться посмотрим это по идее второе глазное яблоко ну а теперь попробуем добраться до того аномального образования прыгать не будем пойдем пойдем по воде так взяли отлично это похоже было тоже глазное яблоко ладно еще еще одно аномальное образование находится в тумане в этой части мертвого города пойдем его заберем отлично да и это то что я искал это то что я искал вот такой вот автомат короткого весьма схож с автоматом нашего мира состоит на вооружении военнослужащих СОМЖ сил обороны мира от живых корпорации Йоксатот так вот выглядит и стреляет патронами которые мы нашли ранее необычно еще одно аномальное образование это вроде как да второй детектор живец один где-то здесь рядом я видел еще одно образование одно образование вот оно посмотрим что это так спокойно честно говоря по наносимому урону автомат по моему так себе просто прикольно смотрится и куда похоже лучше не подходить так и что мы там взяли взяли мы судя по всему третье глазное яблоко ладно ну что в общем нашел я еще несколько аномальных образований ну там были все те же яблоки вроде еще один поход на походный набор молодого мертвеца но больше ничего такого удивительного сейчас же я пришел вот в это здание и здесь можно найти кое-что удивительное в одной из комнат про то я точно не помню в какой именно но где-то здесь есть аномальное образование которое отличается от других 8 7 6 5 я иду искать кто не спрятался я не виноват хм и что это такое но это немного не то что мы ищем а то что мы ищем находится возможно нет не здесь оно должно быть в общем поднимаемся на второй этаж и вот в этой комнате обнаруживаем вот такое вот интересное аномальное образование забираем его и это оказывается некая книга мертвых данное справочное издание исправленное и переработанное послужит незаменимым источником информации для всех новоумерших не предназначено для живых издательство йок сатот индустри пресс регулярно заботиться о вас и о вашей смерти хм книга мертвых для получения полного доступа вы должны ввести персональный идентификационный код но поскольку фотограф пока еще жив однако в интересный мир я попал все это очень не похоже на творение бестолковых зомби пока фотограф еще жив у него такого кода нет поэтому посмотреть что там за информация нельзя ну что же вроде бы так так давайте отсюда уйдем вроде бы нашли мы все основные предметы ну вот еще одно аномальное образование но тут я думаю ничего особенного не будет да вроде как очередное глазное яблоко ну и теперь мы можем отправляться за нашим самым главным аномальным образованием по пути можем тут еще одно какое-то собрать не знаю что это там даже два так что это у нас похоже тоже глазное яблоко или красный горошек непонятно но мы в общем идем к колючке потому что этот фазан находится за периметром итак нахожусь я сейчас вот в этом месте здесь можно выйти за периметр и теперь мы бежим в район данных домов вот прибежал я к этому дому и вот оно наше аномальное образование все взяли отлично сейчас давайте на него посмотрим оно у нас должно быть в рюкзаке вот оно с такими вот интересными показателями ну что же отлично можем съесть чернобыльские грибы и теперь возвращаемся обратно к Сергею Андреевичу кстати здесь возможно можно будет и выйти нет нет здесь стенка ладно тогда бежим обратно тем же путем вернулся я обратно к этому Сергею Андреевичу с возвращением фотограф ну что нашли нашел не буду утомлять вас подробностями но этот ваш фазан тот еще фрукт какая-то круглая липкая сверкающая дрянь и вы что всерьез полагаете что это спасет мир да ее в руки противно было брать а уж после того как взял и подавно не забуду никогда эти ощущения да давайте же скорее его сюда ладно ладно держите какой вы нетерпеливый ну и после этого изобретатель исчезает вместе со своей машиной возвращается привычный нам мир и так же в этом мире оказывается жена Лида спасибо тебе что мужу моему помог покой обрести а то сил моих уже не было смотреть на его терзание настрадался он предостаточно а уж теперь все хорошо будет ты сынок скажи мне сначала ушли немцы из города или нет а почему это вас так немцы интересуют они то ушли а вот я не могу ушли говоришь ну и слава богу нечего им здесь шастать а то недавно заходил к нам один с Сережей о чем то поговорили а потом немчик тут уходить уж собрался и хитро так бочком бочком выходит вижу слямзил приборчик сережкин что на ящике лежал а ведь вот же дурачок какой не стоило ему устройство это трогать теперь небось и сам не рад о каком приборе речь идет красненький такой маршрутизатор кажется так его Сережа называл с ним ему никогда не выйти из этого города а так этот прибор же у меня я нашел его у погибшего немца видать из-за приборчика он богу душу я отдал а ты из-за него здесь застрял давай мне маршрутизатор сынок доступай с богом и мне пора вслед за Сереженькой моим а немцу тому пусть земля пухом будет вот забирайте ваш маршрутизатор и прощайте спасибо вам ну что все а вот теперь вот мы можем покидать мертвый город да отлично такое впечатление что это все мне приснилось пожалуй не стоит об этом никому рассказывать а то упекут в дурдом невзирая на былые заслуги так и кстати я смотрю что автомат коротково у нас пропал но вот остались глазные яблоки красный горошек остался автомат пропал к сожалению ну ладно ну а сейчас можем отправляться к выходу из мертвого города к переходу в лес тут похоже еще спецназовец с собаками воюет да и уже отвоевал свое непонятно ну в общем переходим в лес но в лесу нам во первых необходимо забрать здесь приемник по заданию от филина поэтому спускаемся сейчас вот в эту пещеру и забираем его вот он отлично так там сверху кровососы носятся прям сюда забежали ничего ничего себе так момент отлично ух ты слушайте мой прибор этот походный набор молодого мертвеца сейчас применили вместо аптечки и у нас здоровье убавилось похоже надо от этих вещей избавиться ну мы можем перед этим еще попробовать давайте сохранимся попробовать съесть глазное яблоко посмотреть что будет похоже захотели сильно есть после этого судя по всему наверное то же самое будет и с красным горошком поэтому это все дело можно будет может даже здесь и оставим вот в этом тайнике сейчас а погодите что-то я не вижу у нас этого интересно выбросить можно выложить так просто нельзя что ли ну ладно может это еще пригодится но таскать лишний хлам не будем так что все выбрасываем и надо уже выбираться пойти разобраться с тем полтергейстом что там наверху летает а также где-то здесь рядом вот с этой пещерой должен быть по идее вертолет который нужно осмотреть да вот он этот вертолет в этой части леса находится давайте возьмем наш прибор и скопируем данные все здорово ну что теперь по идее можем отправляться в бар ну что же вернулся я в бар здесь давайте сперва зайдем дяди мише зададим ему некоторые задания убить бродягу 8000 аптечку получаем найти печатную машинку отлично уникальный костюм пока что не нашли так найти редкий минерал ну здравствуй самописец нужен вот такой минерал абсолют откуда нарисовался ладно и мы похоже сразу это задание выполнили потому что этот минерал у нас уже был хорошо бронекостюм берил получили сейчас посмотрим что еще убить бандита убить бандита где-то в аномальном лесу ладно разберемся найти шахматы в домах в червоне дышло тоже найдем глаз мутировавший свиньи пока что у меня вроде бы его нету ну ладно хорошо так оберил можем сразу и продать он нам не нужен и кстати я сейчас вот пробегал мимо своего тайника и смотрю что все на месте просто мы когда были в мертвом городе там пришло сообщение что в баре был ограблен тайник но все на месте а какой-то тайник тогда был тут ограблен вроде другого тайника не было у меня ну что ж отлично просто вообще замечательно сейчас еще немного пополним нашу коллекцию по крайней мере одним кристаллом ну и даже не знаю что тут еще осталось ну ладно с этим квестом потом будем разбираться а сейчас пойдем пожалуй к брому хотя можем и к филину заглянуть да сначала к филину зайдем отдадим ему вот этот вот приемник так привет филин как видишь я вернулся да значит тебе все таки удалось найти выход из мертвого города вот это хорошо ну что там с моей просьбой насчет прибора приемника нашел я приемник в лесу вот он смотри да это он ну что же как и обещал вот тебе награда гладкосвольное ружье сайга 12к с магазином на 10 патронов и 2 пачки патронов жекан отлично у нас же похоже уже такая есть да да это точно такая же ну что ладно все а что насчет обмена оружие тут имеется у него но это мне не надо пока что ну а сейчас тогда пойдем к брому расскажем ему про красную палатку отдадим ликвидатор и затем надо будет где то здесь связного искать в баре привет бром принес я тебе то что ты просил вау ты нашел артефакт ликвидатор аномалии в мертвом городе да отыскал я красную палатку в ней нашел уже порядком подгнивший труп видимо это и был гладиатор под самой палаткой расположилась аномалия которую я называю студень скорее всего гладиатор элементарно не успел выбросить свой артефакт смертельная аномалия образовалась внезапно и застала дигера врасплох палатку аж на полметра вверх подняло да так и держит до сих пор вещах гладиатора кроме всего прочего был и тот самый странный сгустокруглой формы хотел я было его себе оставить но потом решил что револьвер мне больше удовольствия и пользы принесет да и каким то несчастливым этот ликвидатор мне показался а я суеверный так что готовь свол и патроны все уже давно готово давай мне артефакт и забирай свою награду держи так получаем вот такой вот револьвер отлично эээ нет убери ствол тогда поговорим слушай бром ну а все таки как думаешь можно ли еще такой артефакт где-то найти как я тебе уже говорил никто точно не знает где нашел гладиатор данный артефакт но из всех слухов мне как то больше верится в историю одного старого диггера который некоторое время вместе с гладиатором крутился вот он рассказывал что ликвидатор аномалий гладиатор нашел где-то в промзоне вроде бы там создалось такое условие что в зоне повышенной радиации образовались сразу несколько разных аномалий на одном месте и произошел мощный взрыв все аномалии самоуничтожились а на их месте появился странный светящийся сгусток который подобрал на свой страх и риск гладиатор будучи свидетелем этого явления вот и думай сам где в промзоне есть зоны с повышенным радиационным фоном правильно где-то в районе мусорных куч или на кладбище старой техники чем зона не шутит может и еще такие артефакты там народиться могут угу но это уже кое-что буду иметь в виду если окажусь в промзоне обязательно обследую радиоактивные кучи и кладбище техники а вдруг повезет и мне хорошо ну а теперь пойдем пообщаемся со связным он находится вот в этом вагоне здравствуй сталкер приветствую уважаемый о фотограф с какими новостями пожаловал побывал я в мертвом городе да местечко зачетное слов нет ученых и спецназовцев из города вывел в лес так что задание выполнено вот молочина на самом деле я уже в курсе событий ученые и гендрих со своими бойцами уже добрались до места где их ждали в качестве оплаты за твою работу как и было обещано держи вот кое-что потом о дальнейших деталях поговорим давай комбинезон сева дает лимонка и научная аптечка ну давайте сравним по весу конечно сева лучше защита аномалий также получше но вот что насчет разрыва и пулестойкости армейский скат конечно превосходит поэтому честно говоря я даже и не знаю как тут лучше быть ну три килограмма у нас появляется дополнительных так а за сколько ты берешь те к сожалению мы ни то ни другое сейчас не продадим ладно тогда пока поговорим насчет дальнейших действий что дальше дальше нужна информация о наемниках с которыми столкнулись в мертвом городе генрих и его ребята я узнал у джаггера об этом инциденте он рассказал мне что действительно когда искали выход из мертвого города то напоролись на группу хорошо вооруженных наемников была недолгая перестрелка после чего наймы ушли в северном направлении просто исчезли видимо знали тайную дорогу из города куда-то на север да все сходится полковник браун тоже раздобыл сведения что северное мертвого города началась какая-то активность несколько небольших групп наемников были замечены на пути к заброшенному колхозу червоне дышло с юго-восточной стороны думаю что именно в направлении колхоза и ушла та группа которую встретили спецназовцы джаггера нам пока неизвестен безопасный маршрут в червоне дышло но попасть туда надо чтобы выяснить кто и что там затевает а главное червоне дышло это стратегическое место откуда до припяти и соответственно до саркофага рукой подать вот поэтому в колхоз так и рвутся разные группы агенты-одиночки из червоне дышло должен быть короткий путь до припяти так что дорогу в колхоз нужно отыскать как можно быстрее чтобы миротворцы смогли занять стратегически важный район для контроля несанкционированных перемещений к центру зоны может быть кто-то из диггеров или из местных сможет помочь в этом вопросе нам пока не удалось найти никого кто бы знал как безопасно пройти в колхоз и главное как оттуда безопасно перейти в припять по обрывочным сведениям известно что и в червоне дышло и возможно в припять уже проникли некоторые группы наемников а также какие-то одиночки то ли мародеры то ли кто-то из местных значит дорога туда есть и она не одна понятно что намерены вы предпринять Браун со своей группой сейчас как раз пытается прояснить ситуацию а для себя есть особое задание есть очень веские причины предполагать что перемещение наемников по зоне происходит не только по наземным маршрутам но и по системе подземных переходов ты наверняка уже слышал что в этих местах было несколько подземных секретных лабораторий которые сейчас заброшены и законсервированы все эти лаборатории каким-то образом соединились раньше соединялись раньше между собой ну так вот есть сведения что одна группа наемников прошла вглубь зоны используя систему подземных коммуникаций от одного пленного агента пойманного Брауном были получены сведения о существовании некого плана подземных лабораторных сообщений на котором кроме переходов связывающих лаборатории между собой обозначены еще и выходы наверх из них вот этот уникальный документ требуется раздобыть используя твои способности в подобных делах и где может быть эта схема по рассказам того агента одна лаборатория до сих пор функционирует вернее даже не лаборатория а небольшая ее часть несколько помещений заблокированных от остальной части большого лабораторного комплекса х-18 кишащего по его словам всякими мутантами да да того самого комплекса вход который так трепетно охраняется на украинской военной базе что на территории испытательного полигона там проводятся какие-то засекреченные эксперименты которые тщательно скрываются от всех видимо кто-то очень влиятельно спонсирует эти исследования тебе необходимо найти способ проникнуть в эту часть лабораторного комплекса и раздобыть нужную нам схему она наверняка должна быть у кого-то из персонала работающего в той лаборатории задача не из легких но возможно счастливый случай поможет тебе в этом я все понял постараюсь добыть заветную схему подземных коммуникаций ну блин как в сказке чем дальше тем интересней да так ну что проникнуть секретную часть ну будем разбираться насколько я помню туда так просто не пускают ну ладно а на этом эту серию давайте заканчивать продолжим уже в следующей так что всем большое спасибо за просмотр с вами был Хьюк всем удачи и пока а ты стоишь такой растерянный нифига не понимаешь и тут раз глядишь вверх а там а там темно от ворон и великое множество их большие такие страшные и все летают летают крыльями хлопают перьями шуршат каркают с м а